Дом по улице Южноукраинская, 11, трещит по швам, и его жители опасаются за свою безопасность. По их словам, обращение в Прыжи к городским властям результата не дали. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Трещины пошли через все здание. Это хорошо видно на видео. Снаружи их кое-где заштукатурили, а вот с реально покосившимся балконом ничего сделать не удалось. Обращались к начальнику Прыжа, 13. Обращались к жилуправлению на 12 апреля. Сказали весной, сделают ремонт. Никакого ремонта нет. Сейчас обратились к заместителю Сина. Он сказал, что написал ответ, отдали ответ, что по вашему дому 36 тысяч задолженности. Поэтому никакого ремонта не будет. Квартиры мы все платим исправно. У нас задолженности. Лично у наших всех, кто стоит, абсолютно нет по квартире. Претензий не может быть. И уже пишут больше года. Вот это уже состояние длится давно. То, что не очень хорошо видно снаружи, сразу бросается в глаза внутри квартиры. Штукатурка треснула практически по всему потолку. В стене отвесная щель. Жители как могли законопатили тряпками. Говорят, посоветовали коммунальщики. Сказали, заклейте эту пока дыру. И вот сделали пробу. Считают, виноваты утечки в трубопроводе и строительство во дворе по соседству. Они, по мнению жильцов, и раскачали хрупкое равновесие здания 52-го года постройки. Перестали открываться окна и двери. А те, кто сумел открыть, уже без посторонней помощи не закроют. На всем первом этаже перекошены двери. Поэтому надо их подрезать, чтобы открывались. Скорее всего, это идет по каналу, где находятся водопроводные системы. Но причину все равно не хотят искать. В Прэжа-13 уверены, причину знают. Во всем виноват температурный шов, который в 48-54 годах делали прямо в квартирах, а не между секциями здания, как сейчас. Сезонные перепады температур, повышенная влажность вызывают колебания дома, в котором рядом 4 и 5 этажей. Вместе с этажами гуляет температурный шов. Его и видят жители через лопнувшую штукатурку. Для того, чтобы в дальнейшем не было раскрытия, необходимо установить на щельники наш шов, чтобы этот шов работал, но так не воздействовал на штукатурку, которую он практически заделал. Таких домов в ведении Прэжа около 300, а это примерно 80% жилого фонда. И в каждом похожие проблемы. Ликвидировать конструктивные просчеты прошлого можно только при желании жильцов. Нащельники мы можем установить при согласии с жильцом. Если такого согласия не будет получено, то мы можем оштукатурить, безусловно, эти места. Но, опять-таки, через какое-то время в этом же месте могут образовываться трещины. Правда, сейчас жилищникам не до нащельников. Говорят, готовятся к зиме. Квартиры обещают попасть уже осенью или даже зимой. Главное, чтобы до этого времени никто серьезно не пострадал.